Вход на футбольный стадион бесплатный, правда, нужно выполнить несколько условий. Носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Пришедшие в фан-зону чемпионата Европы по футболу все требования выполняли неукоснительно. Публику перед матчем «Россия-Дания» аниматоры развлекали как могли. Можно было поиграть в футбол как в виртуальный, так и в реальный. А еще сфотографироваться с настоящим Кубком страны по футболу. Его привез «Зенит» и его легенда, игрок рубежа 20-21 веков Алексей Игонин. Со спортсменом и футбольным трофеем фотографировались все желающие и получали автографы. Самара действительно футбольный город, здесь любят футбол. С удовольствием сюда приехал, тем более на новый стадион. Такая возможность посмотреть. Ну и уж тем более, да, то, что ваш клуб вышел. Наконец-то, да, мы его давно ждем. Учитывая и тот футбол красивый, который команда показывает, да, и болельщик, я думаю, это очень хорошо. Перед игрой болельщиков развлекали певцы и музыканта. Звездой вечера стал Денис Клявер. Он заряжал отличным настроением публику изо всех сил. Помогала спортивная закалка. Денис – любитель поднимать железо, да и футболка сборной России обязывала, рассказал экс-солист «Чай вдвоем». Это большая честь и гордость, потому что такие футболки, но люди, в случае, носят только именно те, кто заслужил, и сборная России – это лучший из лучших. Я никакого отношения не имею, конечно, к футболу, но я искренне хочу, сегодня мы все вместе со всеми болельщиками от души вкладывали все свои эмоции в поддержку ребят, даже голос подсорвал. За пару минут перед важнейшим матчем для нашей команды фанаты футбола поделились прогнозами на игру. Максимум России нужна была победа, минимум – ничья, чтобы выйти из группы и продолжить играть в плей-офф европейского турнира. Мне кажется, будет ничья. У нас забьет Черышев. Когда надо будет спасать матч, он выйдет на замену, забьет гол, как на чемпионате мира 2018 года. Мы выигрываем, конечно. Будем любиться до конца, мы выйдем в плей-офф. Нам отступать некуда. У нас есть Зюба, Головин, Годачук. Мы сделаем все возможное. Первый тайм показал, что сборная, ведомая главным тренером Станиславом Черчесовым и капитаном Артемом Зюбой, бессильно перед датской футбольной машиной. Первый гол на стадионе в Копенгагене оформил за несколько минут до перерыва Микель Дамсгор. Неожиданный гол пропустили. Даже воротчик не ожидал удара, я думаю. Хотя мог достать. Как всегда, немножко упускаем моменты, но тем не менее, мы победим, мы победим. Мы сейчас возьмем второй тайм, мы возьмем, победим. Мы не болеем за наших. Вперед, Россия, вперед! Сбыться мечтам и обнадеживающим прогнозам Самарской Торсиды не удалось. Тем не менее, любители футбола все-таки увидели во втором тайме каскад красивых голов в исполнении датчан. Итоговый счет 4-1 в их пользу. Единственный мяч в составе нашей сборной забил капитан Артем Дзюба. Очень расстроены. Такой игрой нашей сборной. И результатом. Надеялись на победу. Это, конечно, не то, что мы ждали. Не выпустили Черышева. Надо просто в будущем, возможно, менять схему и отходить от футбола, просто навешивать на столба и ждать, куда мячик отлетит. Менять структуру матча. Надо возвращаться к той, что играть в пас и как это было в далеком 2008 году на Евро. Выступление сборной России на Евро 20 напомнило прошлый чемпионат в 16-м во Франции, когда нашим в заключительном матче требовалось обыгрывать Уэльс. Но в итоге проиграли 0-3. Здесь вышло почти так же. В итоге Россия закончила выступление в турнире. Ну а Дания со второго места в группе вышла в плей-офф на Уэльс. Вместо нашей команды. Анатолий Головко, Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.